Как дать вещам вторую жизнь? Сформировать экологические привычки и даже начать зарабатывать с помощью экопроектов? На эти вопросы даст ответ всероссийский конкурс «Экотренд» для ребят от 12 до 17 лет. Его запустили на днях. Сейчас продолжается прием заявок, а итоги будут подводить в конце мая на Невском международном экологическом конгрессе. Здравствуйте. Подробности узнаем у заместителя председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елены Зеленко. Она в нашей студии. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем с вами, что очень много такого рода проектов и конкурсов среди школьников. Почему этот вдруг появился на свет? И какова его главная цель? Ну, начну с того, что Совет Федерации обращает огромное внимание на формирование экологической культуры и на экологическое воспитание. Ярким примером тому может служить проект Эколята, который в рамках нашего комитета при поддержке Валентины Ивановны Матвиенко уже реализуется во многих субъектах Федерации. И именно с Эколятами Совет Федерации в том числе будет представлен на Невском экологическом конгрессе, на юбилейном, 10-м конгрессе. Хотелось бы сказать, что экологические конкурсы для детей сегодня являются хорошим трендом. Мы участвовали от Совета Федерации в награждении детей, победителей конкурса «Организуемый расприводнадзором. Экология – дело каждого». Мы с сенаторами и школьниками писали вместе экологический диктант. Но вот теперь еще и эко-поколение. Мне кажется, что это тоже еще одно интересное направление, потому что этот конкурс отличается принципиально от других конкурсов. И я готова сегодня рассказать об этих особенностях. Во-первых, организаторами конкурса выступает общественно-государственное движение «Движение первых». И автономная некоммерческая организация – большая перемена, которая имеет уже огромный опыт в молодежных проектах. И это не просто проекты, в которых дети занимаются только проектированием. У каждого конкурса, особенно у этого, есть несколько этапов. Сначала дистанционный этап, где ребята обучаются навыкам проектной деятельности, работы в команде, получают теоретические знания в сфере экологии, погружаются предметно в тему. Затем обучающий этап, где ведущие эксперты в сфере экологии дают детям знания в предмете вопроса, рассказывают о расширенной ответственности производителя, о раздельном сборе мусора, что такое экологическая безопасность России и другие очень важные в нашей сфере, в сфере экологии и природопользования, в вещах и темах. А затем у детей будет финал конкурса, который будет как раз проходить в Санкт-Петербурге, и где финалисты представят уже на основе полученных знаний и компетенций свои проекты. Как я уже подчеркнула, покажут командную работу, покажут результаты своих проектов и возможность их реализовать в нашей большой стране. И после этого в программе Невского экологического конгресса из 50 финалистов экспертами будут отобраны 20 лучших детей с интересными проектами, которые позволят им и масштабировать потом проекты, и они получат и поддержку от знаковых людей в сфере экологии, самых компетентных экспертов, политических деятелей, представителей правительства, сенаторов. И поддержка позволит этим детям свои идеи реализовать. Это самое главное для любого человека, который имеет идею и пытается ее представить. Именно реализовать. То есть это получится у тех 20 счастливчиков? Мы полагаем, что вот данная структура должна помочь самым эффективным, самым экологичным, самым интересным проектам реализоваться в нашей стране. Ведь этот конкурс осуществляется в рамках платформы «Россия. Страна возможностей». И, конечно, эту возможность нашим детям надо предоставлять. На Западе мы знаем, есть тоже подросток Грета Тумберг. Вот ее идеи отличаются от идей наших ребят? И в чем различие? Ну, во-первых, мы знаем Грету Тумберг по одиозным политическим заявлениям, которые она адресует правительствам стран, отдельным политическим деятелям, в целом политической элите. Но за этими заявлениями не стоят действий. Чем наши дети отличаются? Они отличаются тем, что они свою активность проявляют в реальном проекте, улучшающем окружающую среду, сохраняющем наше биоразнообразие. Наши дети разделяют мусор. Наши дети сегодня участвуют в конкурсах по использованию вторичных ресурсов, по сбору макулатуры. Когда-то это был еще и сбор металлолома. То есть традиции советских времен находят продолжение в сегодняшнем времени. И из поколения в поколение формируется культура, экологическая культура, новая культура. Ведь конкурс называется «Эко-поколение». То есть это поколение с новым восприятием экологии, природы, мира, с целью его сохранения и сбережения. Но вы видите некое отличие от эко-мышления, которое было там несколько десятилетий назад и сейчас? То есть нынешнее поколение совсем по-другому думает об экологии? Вы знаете, мне кажется, что экология сегодня, во-первых, выше политики. Это тема, которая объединяет детей разных стран, разных поколений, разных возрастов. Мне кажется, что экологические проекты, они хоть волонтерские, хоть образовательные, они сегодня являются такими интеграторами людей, проектами, идеями, объединяющими сообщество. И дети в этом смысле, как наиболее откликающиеся на эту тему, являются носителями нового экологического мышления, нового подхода к природе. Мне кажется, что именно дети стараются в большей мере даже к примерам взрослым беречь природу, любить животных, трепетно относиться к птицам, к насекомым. Мы же это черпаем порой именно из детства. Я на самом деле был удивлен, когда на первом сентябре у меня в школе дети, старшеклассники предложили всем родителям в школе поменять обложки на обычную крафтовую бумагу. Это был некий жест тоже экологический. Это очень интересно, когда молодое поколение совсем по-другому относится к экологической повестке. Безусловно. Они распространяют экологические новости со скоростью света очень быстро, делятся ими. Они фотографируют нашу уникальную природу, популяризируя ее в интернете. Мне кажется, что именно дети являются носителем новой экокультуры. Но кроме конкурса должны быть еще какие-то мотивации для детей? Какие могли бы быть еще? Возможность себя реализовать – это первое. Второе – возможность социального лифта, все-таки получить награду из рук вице-премьера правительства, министра природных ресурсов, председателя Совета Федерации. Мне кажется, это тоже очень знаково и являются определенной поддержкой для наших детей. И это подчеркивает особое отношение к детям в нашей стране. А может быть и профориентация для ребенка? И в этой смысле, конечно. Направление и конкурс вуза на специальности экологии растет. Это отрадно отметить. Ну а какие проекты, на ваш взгляд, достойны большего внимания в такого рода конкурсах? Или какой направленности? Во-первых, проекты, связанные с обращением с отходами. Вторая – жизнь ресурсам. То есть дети, сохранение биоразнообразия растений, животных. Но и иные проекты в цифровых экологических технологиях сегодня дети нас опережают однозначно. И это тоже нужно поддерживать и поддерживать, прямо не стесняясь этого слова, и продвигать. Но я бы хотел теперь, чтобы вы все-таки поподробнее рассказали о самом конкурсе и кто может в нем принимать участие. В нем могут принимать участие дети с 14 по 17 лет. То есть это школьники и студенты системы профессионального образования. Мы тоже хотим их вовлечь в экологическую повестку страны. И в этой связи вы правильно подчеркнули, что профориентация, направление экологии во все сферы. В строительство, в добычу полезных ископаемых, даже в сферу образования. Экологическая направленность и взгляд на сохранение мира, природы. Это ведь новый подход к гармонизации человека и природы, правильное сосуществование. Но о чем говорить сегодня? Действительно засорение планеты происходит. И как сохранить этот мир для этих детей? Дети тоже эту проблему для себя ставят и предлагают свои варианты решения. Вы пришли сегодня не одна к нам в студию. Вы еще привели с собой трех потенциальных участников, ребят, которые... Давайте мы их пригласим, пусть они к нам заходят, а вы расскажите поподробнее еще, что ждет их в качестве награды, кроме того, что они получат приз от политиков, да, от вице-премьеров. Ну, безусловно, это поддержка проектов, возможность их реализации, возможность их масштабирования. Не только в одном субъекте, где ребята живут, где ребята учатся, но и в других субъектах. Это возможность общаться с сообществами блогеров-экологов, экологов-ребят с других территорий, с новых субъектов федерации, которые присоединились к нам недавно. Мне кажется, что это и возможность общения, и коммуникации, и самореализации. Я думаю, что они сами сейчас скажут, чего они ждут от конкурса, а мы это учтем. Да, ребят, ну, если в двух словах, кто вы и в каком направлении в этом конкурсе вы принимаете участие? Мы прошлогодние участники конкурса «Эко-поколение». Это всероссийский конкурс. Там, в принципе, все проекты в сфере экологии. И наш проект — это цифровая экосистема, которая помогает развивать экологические привычки. Он состоит из двух частей. Это медиа-часть, в котором мы с ребятами-волонтерами рассказываем, как просто развивать свои экологические привычки. А также приложение, в котором мы на практике, вы сможете на практике попробовать развивать свои экологические привычки. В этом году я собираюсь участвовать в конкурсе «Эко-поколение» с проектом «Крышбол». Идея проекта заключается в создании специальной зоны в школе для сбора крышек как игры. Я думаю, что это очень интересно, Елена Геннадьевна. Вот с таких маленьких-маленьких шагов, мне кажется, рождается новая культура. У нас с экологией все будет хорошо. Да, и уверенность в этом уже появляется. Спасибо вам большое за то, что принимаете участие в нашей программе. Будем за вами внимательно следить. Вам удачи, победы. Спасибо большое. На наши вопросы отвечала сенатор Елена Зеленко. Спасибо.